Наведение порядка в Донбасских республиках проходит жестко. В Волчевске арестованы насильники. Старший брат, как с этим связан? Он там, это самое, у него знакомые милиции. Крава – брат местного криминального авторитета. 18 изнасилований. Преступления сходили ему с рук. Только сейчас на него получили показания. Бывшего милиционера Игоря Ананьева вообще задержали с поличным при изнасиловании 14-летней девочки. Маленькая девочка, она лет 14. Пожалуйста, мне дочка твою мать. Какой зима, парень? Бабма, я вас всех себе не послал. Не могу. От самосуда один шаг. Революционная справедливость оправдается. Но преступники предстанут перед Народным судом. Каким он будет в условиях военного времени, предугадать несложно. Для Народного суда в Дом культуры «Химик» собираются горожане Алчевска. Уставшие от безвластия. Такой суд нужен 100%. Чтоб он был объективный и справедливый. И кто что заслуживает, должен получить конкретно. Но как сейчас без адвокатов, без... Ну, я думаю, там по ситуации объективно разобрались. Есть такие животные, которым адвокат вообще противопоказан. Кто за то, чтобы Анадьева Игоря Владимировича 1977 года, согласно законам военного времени, приговорить к высшей мере наказания расстрелу, прошу голосовать. Да. Секретарь, считайте. Прошу поднять руки. Кто против предложенной меры наказания? Люди в зале поднимают руки. На Ананеве тяжелое преступление. Изнасилование несовершеннолетней. За расстрел проголосовало 164 человека. Против 37. И 139 горожан воздержались. Подсудимый падает на колени. Как он и просил, его отправят на передовую копать окопы. Значит, этому человеку, народу города Алчинска, сохраняет жизнь. А вот брата криминального авторитета, судя по всему, жалеть не будут. Его слишком хорошо знают в городе. 18 изнасилований. 290 жителей 100-тысячного Алчинска, согласившиеся добровольно взять на себя роль судей, голосуют за смертную казнь. Пока приговор в исполнение так и не приведен. В Луганске этот народный суд вызвал много споров. Глава республики даже потребовал впредь запретить его проведение. Сейчас идет обсуждение среди депутатов, и скоро будет принят и уголовный кодекс, и криминальный и так далее. То есть все эти вопросы, которые можно решать, как и должно решать в цивилизованном мире. То, что произошло, это мое отношение крайне негативное. Это неправильно. Мы не имеем права на самосуды, суды линча и так далее. И нельзя это списать даже на военную.